Шесть дней Брест и горожане будут жить в атмосфере театрального праздника. Шесть дней мастера сцены будут дарить зрителям возможность приобщения к образцам современного и классического искусства. Областной центр готовился к международному форуму серьезно и основательно. Зал Брестского академического театра драмы встретил и принял своих первых гостей обновленным и максимально комфортным. Видоизменения связаны с работами, которые проводятся в рамках подготовки к миллениуму. Мы строим противопроводы, мосты, социальные объекты, асфортируем дороги. Но если бы мы делали только это, наверное, этого было бы недостаточно. Город не может существовать без полноценной культурной жизни, а уж тем более без театральной составляющей. Уже сейчас мы думаем над форматом Белой Вежи юбилейного 2019 года. И, наверное, вы, как ценители театрального искусства, должны первым узнать, что одним из основных форматов, которые мы рассматриваем, это сделать в сентябре 2019 года, ничего не сдвигать, этот фестиваль в формате представления городов наших побратимов. У нас 32 города побратимов. Европа, Россия, Украина, Армения, Азербайджан. Практически 16 стран просто обязаны представить себя за свои лучшие театральные коллективы на данный фестиваль. Мы вместе, мы любим театр. 23-й международный фестиваль «Белая Вежа» объявляем открыт. Фестиваль открыт и премьерный спектакль знаменитой «Белой Вежи» начался, пожалуй, с одной из самых известных цитат в русской литературе и театре. Про неприятные звезды к нам едет ревизор. Первыми на Брестских подмостках выступили гости из столицы страны. Ревизор от Национального академического театра имени Янки Купалы отличался современным взглядом на классическую комедию Гоголя. Сюжетная линия с каждым действием интригует, удивляет и не перестает держать в эмоциональном напряжении тонкий юмор, курьезные ситуации и необычные акценты. Нет слов в связи с тем, что хорошее впечатление. Это большая редкость, тем более профессионалы на сцене, люди, которые играют в театре и в кино, и они узнаваемы. Естественно, это всегда впечатления большие. Я не первый год хожу на этот фестиваль. Я считаю, что это большое культурное событие для нашего города. И пропустить, во-первых, открытие, во-вторых, Купаловцы к нам приезжают. Это настолько такой прекрасный театр, что я просто считаю, обязательно сходить и посмотреть. Я изначально шла на этот замечательный театр Купаловский-Минский и на своих любимых актеров. Виктор Минаев и Павел Парлокачев-Кижаков, любитель женских сердец. Это полностью открытие. Пускай все следующие будут такие же, как этот первый спектакль, который открыл этот фестиваль. Ну и я надеюсь, что вообще и брещанам, и гостям очень все понравится. Культурная жизнь фестиваля 2018-го, как всегда, отличается широтой палитры жанров. Моноспектакли, танцевальные, классические, экспериментальные постановки, а также представления театра кукол. Здесь каждый, будь то самый маленький зритель или умудренный театральный эстет, найдет что-то для души. В этом году в форуме примут участие те, кто только делает свои первые шаги на пути к профессиональной сцене. Детские и юношеские театральные коллективы из России, Украины и Беларуси. Также у зрителей есть возможность посмотреть знаменитые спектакли лондонских коллективов на экране кинотеатра «Беларусь». Показать людям лучшие образцы английского театрального искусства в кинотеатре, через театр HD. Но я сразу вам говорю, что не надо этого бояться. Это не будет у вас просмотр фильма, тех, кто попадет туда. Это будет вас гарантирует точное ощущение, что вы сидите в зрительном зале театра и воспринимаете это театральное искусство. В течение этой недели спектакли пройдут на пяти площадках города. В Большом и Малом залах Брестского академического театра драмы, Общественно-культурном центре, Театре кукол и в кинотеатре «Беларусь». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!